Микс Ньюс Добрый день, это программа Разворот. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеев. У нас сегодня в гостях на удаленной связи руководитель проекта Большая Толока Вита Яунзема. Здравствуйте, Вита. Здравствуйте. Да, хорошо меня слышите и видите. Я вас хорошо слышу, вижу плохо, но в принципе все понятно. Да, ну слава богу, я вас тоже слышу и надеемся, что слушатели наши тоже все хорошо это воспринимают. Во-первых, да, хотим поздравить вас с прошедшим днем рождения. Оно, как я понимаю, было вчера. Да, спасибо, да. Ну вот, кстати, начать хотел бы с того, что ваше день рождения, конечно, пришелся на такой период довольно тревожный и не самый удобный с точки зрения организации праздников. Как у вас с днем рождения? Вы ведь не смогли, наверное, собрать компанию гостей, друзей? Пришлось как-то воздержаться. Знаете, я, честно говоря, должна насчет день рождения быть благодарна, поскольку я не люблю много людей вокруг себя. И вот эта самоизоляция для меня, то есть хороший подарок. Я в очень узком кругу могу отпраздновать в природе. И для меня это, в принципе, очень даже приемлемо, хорошо, приятно. Я говорю, и какой-то такой своеобразный подарок. Ну, чисто для меня. Я думаю, другим это, конечно, было бы проблема. Ну вот мы уже более двух недель живем в этом режиме чрезвычайной ситуации. Как вы уже сказали, вы вполне легко это все переносите. Но в целом, как это сказалось на вашей жизни, на вашей работе, вся эта ситуация с коронавирусом, с пандемией? Ну, вы знаете, во-первых, я человек, который здравосмыслиши, смыслись. Да. То есть, да. И я не особенно доверяю вот таким истерическим и таким панику наводящим призывам. Потому что любой себя ценящий врач никогда больному или потенциально больному не скажет «ужас! Это ужас! Да вы умрёте! Если не сегодня, то завтра!» То есть, мне кажется, такое наваждение страха, это никак не сопутствует здоровью и вообще такому здоровому образу жизни и мыслению. Мне кажется, любой больной, то ли он уже болен, то ли он может быть болен, должен принять это, как сказать, ну, конечно, мы выздоровеем. Мне кажется, врачам как раз нужно более не наводить эту истерию и страх, как раз наоборот думать, ну, конечно, потому что существует такой феномен, как плацебо. И люди, которые не верят болезням, они иногда их, то есть, переболевают очень как бы легко. И, ну, как бы, то есть, мне кажется, вся эта ситуация, ну, это моё личное мнение, ну, я как законопослушный человек самоизолируюсь, конечно, и не приближаюсь к другим, но мне кажется, это немножко неправильно. И мне кажется, нельзя, жизнь — это жизнь, это радость, это движение. И мне кажется, нам нужно не забывать, что жизнь продолжается, а этот вирус, он был, ну, вирусы вообще были, есть и будут, и он пройдёт. И вот эта лёгкая форма, которая, я понимаю, все болеют очень лёгкой формой у нас в Атрии, ну, это как, естественно, вакцина, это нужно принимать так, мы продумываем, это будет вакцина. То есть для меня лично это немножко неприемлемая, вот это, ну, такая наводящая всё время... Ну, в общем, вы считаете, что власти жёсткие, слишком жёсткие меры принимают? Ну, не знаю, на чём-то меры, нет, может быть, меры мыть руки — это очень хорошо, но то, что эмоционально наводит людям страх, и они озвереют уже сейчас, уже звереют люди, уже так это уже психопатия такая в людях, да, мне кажется, это неправильно чисто от медицинского и психологического точки зрения. Ну, вот вы просто сказали, что вы соблюдаете самоизоляцию, являясь законопослушным человеком. Мне кажется, как я это понимаю, что медики и власти, в том числе, они допускают некоторые, может быть, элементы устрашения, чтобы призвать людей к сознательности и ответственности, и не нарушать те меры, которые могут привести вот там к каким-то печальным сценарием. Как оцениваете сознательность в этом смысле, ответственность жителей Латвии? А вот на сегодняшний день... Я не врач, я не политик, я не врач, я не могу сказать... Мы сейчас все немножко стали врачами и политиками в эти дни. Да, да, я поняла, да. То есть я всё-таки, я не врач, я не политик, но мне как человеку и достаточно интеллигентному человеку неприемлемо такое. Может, есть люди, которые не так разумны, им нужно угрожать, их нужно засажать, но в принципе, мне кажется, чисто вот такое психологическое состояние, которое сейчас в воздухе, мне кажется, оно не сопутствует здоровью. Потому что, вы знаете, вирусы, как я уже сказала, были, есть и будут, и вирус гриппа забирает больше людей, чем этот вирус, ну, по крайней мере, я говорю о Латвии. И мне кажется, что нам не нужно говорить о вирусах, которые есть, они существуют, нам нужно с ними сожжиться как-то, нам нужно говорить точно об иммунитете, то, что поднимает иммунитет. Не то, что как избежать вирусов, их избежать невозможно, но как, что людям делать, такой, не знаю, рок из грамот, или как дневник, что делать, чтобы поднимать ежедневно иммунитет. Потому что проблема не в вирусах, проблема в иммунитете. Но вот как вам в этой связи кажется, сейчас тоже очень многие говорят, каким мир будет после того, как мы это преодолеем? Если говорить о привычках, вот этом бесконечном мытье рук и соблюдении гигиены, иммунитете, в том числе, о чём говорите вы, стоит ожидать, что мы пройдём это испытание и станем в этом смысле лучше, и приобретём эти привычки, и они с нами останутся? Или мы забудем всё, как тоже это часто бывает, и всё вернётся обратно? Я думаю, что мы станем лучше, по крайней мере, будем мыть руки, по крайней мере, будем думать об иммунитете. И то, что сейчас природа как бы отдыхает чуть-чуть, это тоже хорошо. И мне кажется, сейчас у людей появляется такое очень понятное понимание, что ценно и что менее ценно в жизни. Потому что если нам всё время угрожает смертью, то, конечно, мы о ней думаем чаще, чем ежедневно в других ситуациях. И когда всё время думаешь о смерти, когда как раз наоборот начинаешь, когда всё время повторяется, вот это вот вы умрёте, если не будете двух метров держаться. И то есть, мне кажется, вот это напоминание смерти, как у восточных философий, нужно вспомнить о смерти, чтобы наконец-то начать жить. И мне кажется, мы будем жить более правильно, более чётко понимать, что ценно, что менее ценно, что может этот вот шик, на который мы идём и гонимся за шиком в жизни, может оно менее ценно, чем вот чистая природа и вот наши лёгкие чистые и всё такое прочее. Я думаю и я верю, что мы станем лучше, но я хочу надеяться, что вот это озверение, которое сейчас, я тоже столкнулась, захожу в магазин, забыла, что два метра. Боже, молодой человек на меня так начал орать, ну я думаю, хорошо, что ещё не дал, как сказать, кулаком по носу. Ну то есть, мне кажется, вот такое озверение, оно плохо, и мне кажется, нам как-то нужно в этой кампании, то есть в этом ажиотаже, как организовывается информативная кампания, нужно как-то подумать, что мы должны сохранять человеческое лицо и быть более толерантными. Это моё личное мнение, потому что я не люблю, когда на меня орут. Ну вот интересно, потому что, например, у меня, нет, ну действительно встречаются и такие ситуации, наверное, как вы описали, 100%, потому что у многих людей действительно нервы как-то напрягаются в этой ситуации. Но мне кажется, что наблюдается некоторое единение тоже, потому что в данном случае мы имеем такого врага абсолютно общего, то есть речь не идёт о какой-то политической борьбе, когда есть свои и чужие, а есть только свои и только чужие. И мне кажется, что все эти истории с аплодисментами врачам, да, в девять вечера из окна, наверное, вы видели эти флешмоб и прочее, как-то всё-таки объединяет тоже людей во многом. Да, да, конечно, вот это то, что есть хорошее, и то, что нужно потом оставить на будущее. Но, вы знаете, я не думаю, что этот враг так опасен, как его рисуют, но умные люди, особенно которые занимаются воинами и антропологией, и всё такое прочее, уже давно описали, как соединить народ, воюющие народы, или что, создать общего врага. То есть был какой-то ещё, не знаю, 10 лет тому назад, вот такой комментат, не знаю откуда и кто, говорит, что если у нас вдруг на Земле нападёт марсиане, то вся планета объединится. То есть получается, корона как бы вот… Ну да, это и есть марсиане. …произирует марсиана, да, и мы объединяемся. Но я честно говорю, что рано или поздно, потому что, ну как бы, я говорю, вирус не тот… Ну как сказать, мы к природе неправильно относимся. Вирус — это не враг. Враг — наше отношение к самим себе, к планете, к природе мы довели. То есть мы убили природу, убиваем, а сейчас природа старается как бы убить нас. Видите, как бы я с вами не был согласен, на это всё хочется сказать, вот расскажите это итальянцам. По логике. И мы неправильно относимся к природе. Да, у нас прервалась связь. Если от этого всего произойдёт… Да, мне звонки идут параллельно. Если от этого всего мы полюбим больше природу и поймём, как она нам нужна, я говорю, чистая, хорошая, природа чистая, то есть от этого поднимается наш иммунитет, то я считаю, что вся вот эта компания, которая, она будет на 300% выигрышная. Если мы это не поймём, вся эта компания создаст такое неправильное понятие, что такое природа и что вообще болезнь, что вирус и всё такое прочее. Хорошо, перейдём уже вот непосредственно к таким экологическим вопросам, которые касаются, скажем так, вашего профиля в большей степени. Тут тоже интересный момент. Нельзя не отметить, что коронавирус при всех бедах, которые он принёс, очевидных, особенно вот в Европе, мы это в Италии, в Западной Европе наблюдаем, с точки зрения экологии мы видим какие-то чудесные последствия. Вот, например, в Венеции вода стала чистой, как никогда, и прозрачной, что можно увидеть рыб, которые в ней плавают. Выбросы СО2 значительно понизлены. То есть мы видим благоприятную ситуацию, то есть планета отдыхает, так тоже сейчас некоторые говорят. Вот с этой точки зрения, как вам кажется, тоже это мы сделаем шаг вперёд или потом сделаем два назад? Нет, мы не делаем, нас заставляет этот шаг делать, но это то, что сейчас природа чуть-чуть отдыхает, то есть мы сделали ей паузу небольшую. Но я говорю, если от этого мы учтём, что и дальше нам нужно более думать об этом, то есть меньше делать, ну это новое движение «Less is mode», то есть меньше покупать. Да, экономика страдает, да, наше самочувствие от этого страдает, потому что не сможем купить новую машину через каждые 2-4 года. Но мы должны понять, что вот наше здоровье как раз вот от этого и природа, я думаю, даст нам обратно вот эта чистая вода, которая, да, и чистый воздух, более чистый. То есть даст нам обратно всё, все те лекарства, которые для нашего иммунитета и здоровья нужны. Но да, даже в условиях, вы думаете, когда всё закончится, люди, мы сможем, я вот всё-таки хочу понять, как вам кажется, сумеют сохранить эту сознательность. Надолго ли её хватит? Знаете-ка, я не Ванга, я не экстрасенс, я не Джуна, то есть мне кажется всё-таки, ну я реалист, я надеюсь, что это может быть, да, но если честно, вы мне скажете, я должна сейчас ответить полностью честно, я думаю, что всё-таки у нас все вот эти организации, экономика, политика, политика, экономика, вот эти вакцины, которые сейчас пойдут, которые люди сразу найдут образ, как заработать. Мне кажется, конечно, вот этот упад потом поднимется. Но в принципе, если идёт речь о ещё более дальнейшем, будущем, то мне кажется, всё-таки вот этот упад медленно-медленно пойдёт, что каждый должен был всё-таки уменьшить свои расходы. То есть мне кажется, такие вирусы будут всё чаще и чаще, ну настоящие, придуманные, неважно, они будут всё чаще и чаще, потому что у планеты ресурсы не бесконечны. То есть я надеюсь, что в будущем вот так постепенно, вверх-вниз, вверх-вниз, но с тенденцией, с уменьшением тракта ресурсов, я думаю, человечество пойдёт. Потому что другого пути даже нет. Вита, мы сейчас прервёмся на одну буквально минуту и вот вернёмся к нашему разговору. Продолжаем разворот. Глава проекта «Большая толока» Вита Яунзем у нас в гостях. Нам можно позвонить, кстати, 672-12-939-672-13-939 или написать через WhatsApp 2306191. Ну вот об экологии мы заговорили, что коронавирус таким вот интересным, парадоксальным образом очень хорошо на этом сказывается. Но вот мы перед эфиром с коллегами, кстати, говорили. Сейчас наблюдается, конечно, такой невероятный бум на покупку масок медицинских и перчаток. Ведь потом эти маски и перчатки сделаны не из самых экологических материалов. Они ведь окажутся в лучшем случае в мусорнике, а в худшем и где-то там, где они не должны оказаться. Вы как-то думали вот на этот счёт? Нет, я так не думала. Я только читала статью профессионального инфектолога, который говорит, что эти маски, в принципе, вот те, которые в магазинах продаются, они не задерживают вирус. Вирус слишком маленький. То есть, мне кажется, это немножко такое, ну как бы, может, это вот эффект плацебо, что мы охраняемся. Но эта маска, это не профессиональная маска, это вот такая, ну ширпотребка, так сказать, да, и она для бактерий и для пыли. Но вирус слишком маленький, он проходит мимо через эту маску. Поэтому, мне кажется, это такое немножко, ну тоже заблуждение и неправильная информация. Правильная маска тогда была из плотмассы, какая сейчас у врачей. А вот вообще в некоторых странах в последние дни с мусором тоже, в связи с коронавирусом, с пандемией происходят некоторые изменения в политике, именно вот сортировки мусора. Бытовые отходы, насколько я понимаю, в той же Франции приравняли к медицинским отходам, то есть, намного более строгий порядок его как-то, вот выноса и так далее. У нас, как вы думаете, к этому необходимо прийти? Нужно ли это, осложнит ли это как-то вообще работу с этим? Я не уверена, что это как-то в нашей ситуации, мне кажется, в нашей ситуации должно быть очень чётко. У каждого жителя должно быть понятие, что он создаёт мусор, что за этот мусор он должен платить, что он не должен находиться в природе. А дальше уже предприятели, которые собирают этот мусор, он должен быть собран от всех, от всех мест, от всех квартир, от всех домов, то есть договора, там должно быть, там уже сортировка профессиональная, потому что я не думаю, что жители могут различить, например, как отличается от другой пластмассы или медицинских, или немедицинских. Мне кажется, это как бы неправильно, всё равно люди путаются. Мне кажется, люди должны сдать мусор, это должна быть организация очень высокого уровня понимания, и предприниматели, которые занимаются этим мусором, должны профессионально подходить к этому мусору и сортировать, и принимать дальше, и отправить туда, куда он должен идти. Вы не раз, насколько я помню, выступали с такой инициативой провести в стране зелёный референдум и даже изменить первую статью Конституции, внести туда слово «зелёная» Латвия. Ну, конечно, до какого-то серьёзного рассмотрения дела не дошло, хотя эту идею, насколько я помню, комментировал тогда ещё юрист Эгел Левиц, который теперь у нас является президентом. Ну, вот эту идею по-прежнему считаете актуальной? Я думаю, она будет актуальна, и не только в Латвии, но и в других государствах, и со временем это произойдёт. Я только надеялась, что Латвия может быть первой, потому что вот то, что сейчас происходит с природой и всё, как это происходит, это во всех Конституциях и во всех статутах должно быть записано, что природа, то есть чистая природа, то есть должна быть приоритетами любого государства. А как вам ещё кажется, вот «зелёное» движение, например, в нашей стране, частью которого и вы являетесь как организатор большой толоки уже много лет, оно действительно прогрессирует, оно существенно? Или вот есть такое мнение, что «зелёные» движения, они часто на словах очень выгодны, но на деле всё-таки очень серьёзное лобби больших игроков, больших денег, и всё это дальше, чем вот какие-то такие точечные инициативы, не приходят? Нет, любая инициатива, например, Грета, да, Тунберг, любая инициатива, которая несёт в себя напоминание хотя бы о том, что природа нам важна, людям более, чем мы думаем, неважно какая-то, что за ней стоит в данный момент, как воспитательная, она нужна. Она нужна абсолютно ежедневно, то есть чтобы люди задумались, задумались, потому что это очень медленный процесс, когда очень большое количество людей, чтобы поняло, чтобы вот вся нация, то есть все человечество, чтобы поняло, это должен быть очень-очень долгий путь. И мне кажется, вот всякие такие кризисы, они помогают, но то, что ежедневно нужно, да, я считаю, это правильно, это нужно, это необходимо, а то, что потом кто-то как-то это пользуется этим, ну, конечно, я могу сказать, что за мной не стоит никаких там иностранных или какие-то другие, то есть мы в Латвии делаем, вот эта толка идёт, как идёт, это народное движение, но я не могу сказать, что идёт за других, какие там по-большому большие планы. Конечно, я думаю, люди с экономическим мышлением, не экологическим, будут брать пользу от любого движения. То есть есть люди, которые чисто думают только экономично и очень, так сказать, близко думающие, да, то есть вот чтобы сегодня заработать, чтобы завтра заработать, а познезавтра, ну, всё равно что будет, меня не будет, и есть люди, которые думают о будущем. И мне кажется, этим людям нужно объединиться, чтобы сделать экономику в будущем такую, чтобы, ну, быть полностью планетой зелёной невозможно, пока там на ней живёт человек, который вообще-то является как вирусом для планеты, да, это невозможно, ну, по крайней мере, сделать так, чтобы это как-то излыть, Савро, я всё не знаю, как это… Ну, как сбалансировать, наверное. Да, чтобы сбалансировать вот то, что мы берём от природы и потом то, что мы отдаём, и как природа восстанавливается, потому что природа тоже своя иммунная система своя, то есть она должна восстановиться. И мне кажется, это нужно всё-таки вот всем думать вместе, чтобы это было долгосрочно. Но я не уверена, мне кажется, это небольшая такая утопия, и одни будут вести в одну сторону, это чистая экономика, и, так сказать, извиняюсь, пофиг, что потом, а другие думают очень… Ну, чтобы вообще там только зелёные гулять голыми. Ну, это как бы две крайности. Мне кажется, нужно идти в какое-то разумное русло, войти, чтобы мы дошли, по крайней мере, мы могли дойти более длинный путь. А Большой Субботник должен был… Ну, Большая Толока, имею в виду, должна была пройти с 25 апреля, но была перенесена на 6 мая, всё правильно. Но получается довольно-таки такой оптимистичный и позитивный взгляд, потому что есть мероприятия, которые с августа уже переносятся, отменяются у нас. Я вообще-то не хотела даже 25 апреля, потому что я считала, что когда человек выходит на природу, потому что Толока там не идёт толпами, там по два, по три, то есть по-разному. Единственное, сейчас я смотрю, у меня батарейка садится, я, наверное, видео сейчас… Ну, то есть на рекламной паузе, можем уйти прямо сейчас, я как-то подключу. То есть я не хотела даже… Мне просто как бы, ну, вежливо заставили, потому что это, конечно, компания, когда не призывают сидеть дома, а мы призываем идти на природу, она, наверное, была бы не очень корректна. Я надеюсь, что 16 мая, когда люди выйдут, вот есть у нас что-то, вот это соло-талкас, когда люди по одному могут выходить, бум, можно индивидуально, то есть в своих хуторах это делать. У нас сейчас мы даём более возможность такой, что вот… Но самое главное, мне считается, я так думаю, что нужно выходить на природу. Не важно, там, талака, не талака, там что-то посадим, какой-то мусор соберём, это всё хорошо, но просто нам нужно выходить на природу. Потому что сидение дома, у компьютера и всё это прочее, это никак не сопутствует здоровью. Ну да. Призываю наших слушателей позвонить нам вот и задать нашей гости вопрос, хотя бы для того, чтобы она могла подключить зарядку, вот что, я так понимаю, госпожа Яунзема сейчас делает. Напомню, что у нас глава проекта «Большая талока» Вита Яунзема в гостях. Мы говорим, конечно же, о коронавирусе частично, потому что о нём нельзя сейчас не говорить, он влияет на всё. В том числе он повлиял на «Большую талоку», которая была перенесена на 16 мая, но вот организаторы надеются, что она всё-таки произойдёт. Кстати, насколько я понимаю, каждый год вот в этой талоке выделяется какой-то отдельный сегмент проблемный. Там эстонцы в прошлом году, если не ошибаюсь, боролись с мелким мусором, с сигаретными окурками и прочим. В этом году планировали какую-то концепцию особую «Большой талоке»? Нет, в этом году мы сделали побольше и карту такую интерактивную, чтобы людям было побольше возможности выбрать, что им есть. То есть талоки, которые чисто мусор, где нужно согласовать, где самоуправление даст мешки и возит этот мусор. Это одна сейчас опция. Вторая опция, когда люди могут идти лабья карту, то есть благоустраивать, сажать. Это неважно, или это самоуправленческих землях, или наличных. То есть там не нужно убрать мусор, там не нужно согласовать. Люди могут делать даже в своем саду. То есть самоизоляция, талока в своем хуторе. И третья такая опция, тоже можно поставить точечку, уже сейчас мы открыли это. Когда сейчас люди тоже, они уже выходят по одному гулять, берут какой-то маленький мешок и делают вот это соло талока. И тоже может отметить в карте. То есть в этом году, наверное, мы будем более смотреть на то, чтобы люди, ну, не дай бог, потом не винили талоку, что мы распространяем коронавирус. Поэтому мы даем такое большое вопрос, что как хотите, так и делайте, но талока должна быть как призыв. И особенно сейчас это актуально, вот как я уже все время твержу, 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 что мы зависим от природы, и нам нужно, чтобы она была чистая. Это нам нужно. Не природе на сколько, но ей тоже нужно, но нам это необходимо. Поэтому, я думаю, мы можем пользоваться этим временем, когда, в принципе, и работа происходит в самоизоляции, и некоторые взяли, и безработные. Ну, давайте тогда выходить на природу и сделать что-то природе, потому что природа потом нам это даст обратно, в нашу пользу, в пользу нашего здоровья. Поэтому в этом году, наверное, не будет такой призыв, давайте там тысячами выходят на одном месте. Нет, это мы не призываем. Мы призываем соблюдать все те нормы, которые сейчас как бы уже закон, но выходить на природу. Это уже 12-й год, когда у нас проходит Большая Толока. Правильно я понимаю? Пройдет? Да, да. 12-й. Ну вот за 12 лет, если говорить, конечно, очевидно, что есть прогресс, и в отношении людей, какие вы видите тенденции? Что произошло? Да, то, что я вижу, и очень приятно, я в этом году, я давно не ехала по Латвии, ну, на машине, и не смотрела, что в реальной ситуации происходит. Но нам присылают фотки, нам присылают описания, потому что первый год, когда мы начали, я первые 2-3 года очень много сама ехала по Латвии, потому что сама выводила вот эти афиши, там мешки, ну, у нас не было так все налажено, как сейчас. Я все видела в реальности, как там происходит. И давно это не делала. И в этом году я решила, вот возьму машину, я объезжу всю Латвию, посмотрю те места, которые там 12 лет, ну, были очень проблематичны. Но вы знаете, скажу так, Латвия очень изменилась. Очень изменилась. То есть, да, где-то в лесах больше водят в глубинке, но по дороге, где-то вот края, ну, вообще это другое лицо у нашей Латвии стало. Поэтому я скажу так, мы уже сделали очень огромный шаг в эту сторону. И сейчас, дай бог, вот это сдержать, еще улучшить. И мне кажется, тогда мы достигнем той цели, которую мы начали, чтобы Латвия стала самым зеленым государством в мире. Да, вот хотел вспомнить как раз эту цель. Тогда планировалось, это было 90-летие, насколько я помню, в Латвии планировалось, что к столетию это будет таким подарком. К столетию не удалось, получается, что вы эту цель сохраняете. И теперь, кстати, десятилетию, может быть. Да, да, цель сохраняется. Мы, ну, я была, наверное, более наивной, романтичной, утопической, утопической, эта мысль. Но, в принципе, это была хорошая, очень высокая цель. Если мы даже не достигли, это неважно, нам еще есть 10 лет, еще 10 лет. Но я думаю, рано или поздно мы это достигнем. И я очень хочу даже надеяться, что вот эта идея насчет, чтобы менять нашу конституцию, соответственно, насчет вставить в первый пункт, что демократическая, то есть зеленая, в смысле зеленая, Долгосрочная, да. Долгосрочная, то есть иметь в виду это. Я надеюсь, что вот Латвия может быть первой, которая может принять или как-то на обсуждение и предложить другим государствам. Потому что, мне кажется, это был очень хороший такой преверанс к природе. Ну вот эстонцы, когда это, два года назад, они же стали инициаторами, по-моему, всемирной, да, Талоки? Можем мы тоже сгенерировать какую-то тоже такую общую мировую идею. Нет, эта мировая идея, она создалась не только эстонцами, это уже был 2009 год, когда Эстония, Латвия, Литва, Польша и, ну не Россия, а Санкт-Петербург, мы сошли вместе и решили, что будет такая международная. Эстонцы очень, очень хорошо это менеджируют, и менеджируют очень хорошие. И вот сейчас, вот то, что происходит сейчас, это то, что они сделали за эти 10 лет, 12 это вообще уму непостижимо, уже 180 государств выходит. Весь мир практически. Ну, весь мир практически, да. Вы уже второй год выступаете с такой еще инициативой, как Талока идей, призываете жителей Латвии делиться какими-то идеями, вот по этому же, собственно, на вопросу. Мне интересно, в прошлом году, это было первый раз, какие идеи интересные, самые наиболее интересные прилетели? Скажу честно, что в прошлом году у нас было очень мало идей, где-то 6 идей за целые полгода, и там не было то, что я ожидала. Я ожидала большего, я ожидала более такой, ну, такой футуристических идей, которые не то, что напишем плакат на стене, не бросать мусор в природе, но это как бы не идея, это что-то другое, это административный инструмент, который можно, который уже, в принципе, существует, но там была молодежная такая группа, которая своими силами, своими красками, как-то то, что осталось в школах или как-то так, они раскрашивали коридоры публичные, и это раскрашивание было в тему природы. И мне это очень понравилось, потому что люди, когда заходят в дом, у них сразу то есть напоминание, что природа, то есть, ну, такая маленькая как бы идея, что можно своими руками. А в этом году только за пару месяцев у нас уже шесть идей набралось, и уже, в принципе, один победитель, у нас нет такого дедлайн, у нас как бы западают эти идеи, мы берем какую-то хорошую идею и поздравляем, и, ну, обалуем. И в этом году было задумано вот это вот 23 марта, ну, как бы, обалват эту идею. Наградить, да. Да, наградить идею, это была очень интересная и хорошая идея, я ей буквально немножко, ну, пару словах. Одна девушка, то есть, задала, ну, заслала идею, когда вот, вот сейчас вы должны переводить, когда из машин, из полу-тай, ну, когда выхлоп... Выхлопные газы вы имеете в виду? Да, выхлопные газы, там не только газы, но там идет вот этот черный вот этот материал, который сжигается, ну, нефть, и идея состоит в том, что сделать такие фильтры, которые вставляют в этих из-под, и собирают вот это черное, как бы, ну, выбросы все эти вредные. Да, как бы графит получается такой, и вот этот графит собрать и наполнить ручки, ну, или карандаши, по-моему. Да, и вот эта идея, которая очень элементарно, дешевая, там, я понимаю, даже из бумаги какой-то, картон, это можно сделать, и вот этот мусор, который у нас только не газы, у нас выходит тоже, ну, вот эти мелкие, ну, пыль, вот эта все, пунная, и она очень опасна, так же, как там СО2. Поэтому, я считаю, вот такая идея, которая нужна, она сопутствует хорошему воздуху, это очень оригинальная идея, и мы копим ресурсы, это бизнес, бизнес, который ничего не стоит. Стартап, можно назвать это. Да, вот эта идея победила в этом году, и я надеюсь, что вот эта толока идеи, особенно сейчас, когда люди самоизолируются и сидят дома, и, может, не захотят выйти все-таки в природе, боясь там захватить какой-то вирус, можно сидеть дома у компьютера и думать идеи, и присылать нам идеи. Вот эта толока идея как раз для людей, которые не хотят выйти, но могут что-то прислать, какие-то идеи. Вот это пример, вот эта идея, я хотела сказать, что вот такие идеи мы очень ждем. Ну, то есть, эта девушка, которая предложила, она как бы технология, ведь здесь важна технология создания этого фильтра, он уже имеется, эта технология, или как это работает? Нет, 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 она только присылает идеи, она сама вообще не связана никак ни с технологиями, но я думаю, тут можно, может, найти инвесторов, которые увидят в этом бизнес и заработок, да, то есть, и, может быть, эта вот идея может реализоваться, потому что мы берем идеи, это только идеи, школьник может прислать идею, он не может ее реализовать, а потом уже кто-то, что увидит в этом бизнес, может это уже совместно реализовать. А расскажите еще, вот я читал, что вы сотрудничаете в этом году с организацией 1836, названной по общей протяженности границы латвийской, вот, и эти люди занимаются, тоже, я так понимаю, не общественная организация, не коммерческая, а занимаются уборкой приграничья. Довольно интересная такая история, чтобы затем, якобы, сделать там туристический какой-то маршрут. Это уже, они прошли пешком весь этот маршрут, это вообще изначально идея, так я поняла, ну, рождение, идея была нашего великого поэта Иман Тазиедониса, и они уже прошли, и мы уже в этом году, они уже сделали кое-что, есть такие, ну, стабы, такие декоративные, которые вот будут, как бы, вставляться по этому маршруту, и мы будем совместно в этой толоке эти, как это, как по-русски, стабс. Ну, столбик вы имеете в виду какой-то? Ну, столбик, ну, не столбик, но большой столб. Да, столб, да, столб, который мы заметим издалека, и вот мы будем их ставить, но там идея этого сотрудничества не только вот эту границу как бы поставить столбами, там идея долгосрочная, мы думаем, что в будущем мы будем делать такие экологические, эко-такос, маршруты, где можно и построить небольшие такие домики, где их сами люди, то есть будет как бы, ну, вот сделать своими силами эти, эко-туризм, и чтобы эко-туризм у нас был очень, ну, тоже демократический, то есть, ну, чтобы не нужно было там большие, дорогие гостиницы брать, и вот такие эко-такос мы будем совместно делать не только по границе, но вообще по Латвии, искать такие интересные места, места, и вот совместно с жителями местными или вообще вот на Талаке будем вот эти развивать и вот эти такие места остановок своими силами сделать, вот так и в Европе, кстати, это уже давно идет, принято, когда есть какая-то будочка, там, и сами люди приходят, там есть, и все за собой беря, там все открыто, то есть бесплатно нужно все сделать вместо там... Да-да-да, у нас, кстати, что-то подобное на Гауде в районе Лиготной, по-моему, имеется тоже сейчас. Да, и вот мы совместно с этой организацией решили, что мы будем вот сначала сейчас вот эта граница, а потом мы будем делать внутри Латвии вот такие разные и распространять информации, но там нужно будет соблюдать чистоту за собой, и нужно людей приучать, не приехать, и за собой мусор оставить, и как раз за собой все убрать. Поэтому я думаю, это будет такой очень длительный, ну, такой как бы следующий, может быть, десятилетие, может, это мы сделаем, и это будет очень такой, ну, хорошее, хорошее начало для туризма. А вообще, если говорить про общественные организации, некоммерческие какие-то активистские движения, вот в последние годы, как кажется, их стало больше или они стали виднее? Мы видим, что вот пешеходные улицы у нас в Риге, каждый месяц сейчас, да, по субботам случаются. Сквер, вот этот на Тейке, активная борьба за него идет на месте бывшего велотрека Марс. Но даже если говорить про недавний случай с Кристиной Миссаной, наверняка вы знаете, да, вот с гражданкой Латвии, которую вызволяли всей страной, там во многом сыграла свою роль этот общественный резонанс. Как вам кажется, вот в последнее время действительно гражданский голос стал сильнее в Латвии, или все-таки это только пока первые ласточки? Мне кажется, и раньше тоже такое было, разве нет? Ну, вот вы скажите мне. Не знаю, но мне кажется, на какие-то очень острые такие всегда люди, как бы, я не могу сейчас сказать, чтобы я могу точнее какой-то случай вспомнить, но мне кажется, люди, когда серьезное дело, и особенно, когда такое правильное дело, тогда, мне кажется, как-то люди всегда вставали за это. Ну, то есть, может, я как-то заблуждение. Мне кажется, что принято считать, что у нас такой прибалтийский менталитет все-таки более спокойный, люди не выходят на улицы, это крайне редко происходит. А, в таком плане, да. И это тоже, я имею в виду, это тоже, и движение все вместе. Ну, менталитет не изменится, может, вирус изменит, может, 5-га изменит наш менталитет. Не знаю, как это будет работать, но менталитет останется. Но то, что люди более будут активны, может быть, поймут, что можно иметь, что их движение может иметь какую-то силу, мне кажется, это, ну, ну, у нас пример от европейских других государств, где очень развито, мне кажется, нам бы стоило. Но с другой стороны, ну, менталитет это как бы не меняется особенно быстро. Это правда. Спасибо большое, Вита. У нас в программе «Разворот» сегодня на удаленной связи была глава проекта «Большая толока» Вита Яунзема. Желаем удачи с проектом и надеемся, что 16 мая мы сможем выйти и все-таки в природе немного сделать приятно, скажем так. Спасибо вам большое. Спасибо вам и выходим прямо сейчас и сейчас на природе и делаем что-то приятное. Не ждем 16 мая. Но не больше, чем 2 человека. Иначе… Да, не больше. Не больше, чем 2 человека с расстоянием 2 метра. 2 и 2 правила. Спасибо вам еще раз. Большое, хорошего дня и всего доброго. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok